Итак, давайте начнем с загадок, в которых вам придется мыслить нестандартно, просто чтобы как следует размяться. Вот первое. Вы выходите из дома и видите пять кусков угля. Морковку и шарф, лежащие на газоне. Никто не положил их туда намеренно, и тем не менее, есть вполне разумное объяснение того, как они оказались на газоне. Какое? Кто-то сделал снеговика, и он потом растаял. Две сестры родились в один и тот же год, в один и тот же день и в один и тот же час. Тем не менее, они не близняшки. Как такое возможно? Есть ли у вас идеи? Если они не близняшки, то должны родиться среди тройняшек или четверняшек и так далее. Кендра пошла на вечеринку по случаю дня рождения, который устроили ее одноклассники. Она выпила немного лимонада со льдом, отдохнула около часа и рано ушла, потому что на утро у нее была назначена встреча. Все остальные участники вечеринки, выпившие лимонад на следующий день, не пришли в школу из-за отравления. Почему Кендра чувствовала себя хорошо, хотя выпила тот же напиток? Яд, должно быть, был в кубиках льда. Но Кендра допила свой напиток и ушла рано, поэтому кубики льда не успели полностью растаять. Мэдисон и Маккензи – близнецы. Как-то Мэдисон отмечала свой день рождения. Двумя днями позже день рождения отмечала Маккензи, которая была старше из близнецов. Можете ли вы придумать правдоподобное объяснение, как это возможно? Как вам такая история? Безумие согласен. Мужчина заходит в бар и просит у бармена стакан воды. Бармен резко выпрыгивает из-за стойки в страшной маске. Мужчина говорит «Спасибо!» и уходит из бара, так и не выпив стакан воды. Почему он поблагодарил бармена? Мужчина и кал. Вот почему ему понадобился стакан воды. Ну а бармен напугал его, и года прошла. Поэтому вода больше не понадобилась. Мужчина поблагодарил бармена за помощь. Мамы отправили Элли и Нел продавать печенье по доллару за штуку. У обеих девочек было одинаковое количество печенья. Ни одной из них не разрешалось есть печенье на продажу. А вернуться они могли только после того, как продадут все печенье. Прошло несколько часов, а покупателей все не было. Девочкам очень хотелось домой, но они не хотели нарушать никаких правил. Немного подумав, они продали все печенье. Но ни одна из девочек не выиграла и не потеряла ни одного доллара. Как это возможно? Элли и Нел начали покупать друг у друга печенье, платя по доллару за каждое. Поскольку у них было одинаковое количество печенья, никто из них ничего не приобрел и не потерял. Но обе остались сытыми и счастливыми, не нарушив никаких правил. В маленьком туристическом французском городке есть магазин под названием «Семь колокольчиков». Однако, как вы можете видеть, на двери висит всего шесть из них. И так было всегда. В чем причина? Изначально это была ошибка. Но так много туристов начали заходить в магазин, чтобы сообщить владельцу об этом, что это начало привлекать множество клиентов. Поэтому владелец решил оставить все как есть. У одной ведьмы было три дочери. Аллегра, Хелена и Равена. Ведьма собиралась на пенсию, поэтому ей нужно было выбрать дочь, которой она передаст все свои магические способности. И она не знала, какая из дочерей будет ей наиболее предана. Все они владели магией, которую получили при рождении. У Аллегры был волшебный шар, который мог показать ей любого человека, которого она знала. У Хелены был мешочек с волшебной пылью, который мог перенести ее куда угодно. У Равены была груша с целебными свойствами. Она могла вылечить любую болезнь. Однажды ведьма пропала. Ее старый враг похитил и отравил ее. Дочери пришли ей на помощь. Аллегра с помощью шара отыскала их мать. Хелена использовала часть своей пыли, чтобы отправиться туда и вернуть мать домой. А Равена накормила ее грушей. Ведьме стало легче. Все ее дочери доказали ей свою преданность. Но ведьма все еще не знала, кому она передаст свои силы. Кому? Она решила передать силы Равене. Хотя все три дочери спасли ее, Равена совершила самую большую жертву, так как ее магический артефакт исчез, в то время как у Аллегра и Хелена они все еще были. Теперь давайте проверим, насколько вы внимательны. Посмотрите, вот мяч и три стаканчика. Я положу мяч сюда, в средний стаканчик. Ваша задача – следить за стаканчиками и затем сказать, где мяч. Готовы? Начали! Итак, где мяч? Смотрите, он здесь. Вы угадали? Хорошо, давайте попробуем еще раз. Теперь у меня четыре стаканчика, и я буду двигать их быстрее. Я кладу мячик вот сюда. Следите за ним. Итак, как вы думаете, где он? Вот здесь. А теперь давайте еще больше усложним задачу и проверим, сможете ли вы справиться сейчас. Пять стаканчиков, которые движутся даже быстрее, чем раньше. Итак, где он? Прямо здесь. Если вы угадали, то мое почтение. Элиза была наказана на две недели после того, как провалила тест по математике. Ей не разрешалось видеть своих друзей, и она должна была проводить все свое время за учебой. Однажды ночью ее мама работала в ночную смену и вернулась домой только на следующий день после обеда. Она пришла проверить дочь и сразу поняла, что подруга Элизы оставалась у них с ночевкой. Как она это выяснила? Внимательно посмотрите на спальню Элизы. На полу лежит матрас с одеялом и подушками. Два лучших друга, Колин и Брэндон, хотели пригласить одну и ту же девушку, Руби, на выпускной. Поэтому друзья решили спросить лучшую подругу Руби, кого из них она больше любит. Девушка не хотела выдавать секреты своей лучшей подруге, но дала ребятам намек. Руби любит киви, но терпеть не может бананы. Ей нравится керлинг, но она не умеет играть в баскетбол. Ее любимое животное – кролик, но она боится бегемотов, которого из парней Руби любит. Кажется, она любит все, что начинается с буквы К, и не является поклонницей вещей, начинающихся на букву Б. Следуя той же логике, ей должен нравиться Колин. Миссис Адамс вернулась домой. У нее было трое детей-подростков, и все они оказались под домашним арестом в одно и то же время. Она заметила, что машина на улице припаркована по-другому, и решила, что кто-то из подростков куда-то уехал. Она спросила, кто взял машину, но никто не признался. Джеймс сказал, я писал музыку в своей комнате. Я никуда не ходил сегодня. Ариана сказала, я принимала душ и только что вышла прямо перед твоим приходом. А Майк сказал, я готовился к тесту по математике в четверг. Я не хочу быть наказанным еще две недели. У меня день рождения у друга во второй половине месяца. Кто лжет? Ариана должно быть лжо. Если бы она действительно только что вышла из душа, у нее были бы мокрые волосы. Но это не так. Отлично! Вы молодцы! Теперь пришло время развлечься. Я покажу вам несколько эмодзи, и ваша задача – угадать, какой фильм они означают. Вот первый набор для вас. Как вы думаете? Да, конечно, это Форест Гамп. Отличная работа. Вот следующая загадка. Что думаете? Что думаете? Старая классика. Алиса в стране чудес. Этот фильм вышел в прошлом году и наделал много шума. Можете угадать, о чем идет речь? Конечно, это русалочка. Сейчас будет немного сложнее. Посмотрим, что вы скажете. Это «Я легенда» с Уиллом Смитом. Вы угадали? Что ж, вот и все. Было весело. Велом Смитом. Это «Я легенда» с Уиллом Смитом.